Привет всем, друзья, это Прослушка. Сегодня мы слушаем с вами первый альбом Ливана Горозия после ухода с Blackstar. Здесь один из треков, и где-то я видел, ну, я, в общем, мотал новости, специально не видел ничего, ну, старался ничего не смотреть, не читать, никакие отзывы, комментарии и так далее и тому подобное, дабы не испортить впечатление от альбома, но я видел то, что и Ливан говорил, что это очень личный альбом, поэтому здесь я жду прям очень много лирики, очень много красивой музыки. Я напомню, что когда выходили песни «Никто кроме нас» и «Ау», я сказал то, что я жду альбом от Ливана Горозия вообще кардинально другой, не то, что было до этого у него, когда он был на Blackstar, и не то, что он выпускал недавно в эпишках Альфа и Шторм. Ну, я не жду здесь такого прям рэпчика, качевой музыки и так далее. Мне кажется, здесь будет больше все по красоте. Давайте не будем тянуть и заценим. Наконец-то. Погнали. Вот сразу уже просто как красиво начинается. Красивая мелодия. Очень атмосферненько. Классно нарастает, нарастает музыка, насыщается, начинает двигать прям тобой. Блин, мощно. У меня мурашки пока легкие, но они уже есть. А это о чем говорит? О том, что это очень качественная, красивая музыка. Я очень рад за Ливана. Рад то, что он начал с чистого листа. Сначала. Идем дальше. Песня не жалей. Ох! Круто! С ума сойти. Немного удивительно слушать такого Ливана. Ну, вот клавиши, они напоминают старого-старого Ливана. Музыка вообще кайфовая. Такая классная, легкая музыка, добрая. И хочется танцевать прям реально. Там еще хор, да, что-то типа того. Класс, класс. Вот в последнее время мне близка такая музыка. Я балдею. И очень круто, что Ливан сделал подобное. Посмотрим, что дальше, но уже радует. Класс. Класс то, что инструменты, барабаны, гитары. Помню, как видосы были, как запись или в сторис, или только я смотрел. Нет, по-моему, фильмы тоже смотрел. Да. Влоги. Так, северный ветер. Кайф. Холод и туман сегодня дежурят. Минус 50, школы не будет. Так холодно, что кажется, басики курят. Так город надвигается снежная буря. Северный ветер на городе. Ой, моя любимая гитарка. Такой саунд, знаете, восьмидесятых. Может, я ошибаюсь, может, чуть раньше. Ну, тут просто и синты, и эта гитарочка. Такое диско. В общем, я надеюсь, что вся пластинка это диско, фанк, соул. Такое R&B какой-то. Ритм-блюз. А было бы клево услышать еще блюз. Всегда это может быть. Пошла все-таки мода на такую музыку. Ну, несколько молодых артистов точно делают подобную музыку. Класс. Так, парень горького. Такой олдскульчик, вообще, кайф. Немного, знаете, Влади напоминает тут. Как остыло, погреюсь капучино. Иду, смотрю, она летит, смеется. Часы не перевела, лишь поняла по солнцу. Как много связано с ним. Как много сказано в нем. Парь горького, нам и вы с ним. Парь горького мы поем. Идем. Она и я. Меня, она и меня. Парь горького. Иди ли я. И вот, смотри, там, у центральной арки парнишка ждет свою любовь. Как много связано с ним. Какая рекламочка парков. Парь горького мы поем с ним. Ну, классно, классная история. Парь горького мы поем с ним. Эти клавиши, они прям напоминают будто СССР. Прошлые, прошлые какие-то времена. И вначале еще вставочка это была. Класс. Все очень круто сделано. У меня свой чей в этом городе. Такая лайтовая-лайтовая тема. Очень балдежная. Классная тема. Вообще, доволен. Ну, вот половина альбома. Ну, я просто уже представляю, как я либо еду на велосипеде, слушаю это, или просто гуляю, да, по городу. Это отличная музыка вообще. Очень круто. Ты сразу представляешь себя, рисуешь в голове, ставишь себя на его место. Карантин фристайл напоминает. Ну, по флоу. Классный вокал женский. Не прописано, вообще тут даже фитов нет. Это как бы и плюс, и, ну, немного минус. Было бы круто услышать Нелла. Там, я не знаю, Басту, Владе. Блин, я просто балдею от музыки. Очень красиво. Ну, вот как вот так вот, а? Если б я раньше услышал, ну, подобную музыку, она бы мне не вкатила. Ну, потому что я вообще слушал альтернативный рок, Линький парк, камон. А сейчас, став старше, как-то я вот как-то становлю... Ну, такая музыка становится мне ближе. Та музыка, которую слушал отец мой. Ну, вот так вот как-то. Не знаю, что-то... Это очень круто. Движ. Движ, Париж. Сколько неудач было? Самая энергичная, наверное, драйв-ауэ песня. Хотя фиг знает, еще есть велосипед, посмотрим, что там. Ну, как уж Ливан без мотивирующей какой-то песни. Не Ливан будет. Хотели мотивации, вот вам. Поверь мне. И подпевать хочется. Я могу сто раз сказать то, что это очень красивый альбом, красивая музыка, красивые песни. Особо ничего не говорю по текстам, конечно. Но есть очень личные темы. Есть какие-то истории, вот, мотивирующие какие-то. Но больше все-таки это такой личный альбом. Класс. Так, новая жизнь, новый герой. Я просто думал, слышал я это или нет, но похоже, что нет. Классно, опять моя любимая гитарочка. Танцевальная тема. Хочется танцевать. Простите за мои корявые танцы. Очень приятные, такие позитивные, добрые эмоции дарит музыка. И это очень круто. На фоне того, то, что сейчас выходит, вообще, в основном, у рэперов, и вообще, какая музыка, тикток-чарты, вк-чарты и так далее. Ну, такое себе, да. И вот это, как лекарство вообще для ушей. Спасибо, Ливан. Я бывает, иногда пишу там что-нибудь в Директ, какую-нибудь шляпу-фигню, потом думаю сам, да, что я написал вообще. Но сейчас, вот реально сейчас, просто огромное спасибо за то, что ты делаешь. Круто. Так, велосипед. Я же велосипедист. Мне должно быть в кайф, вообще, сейчас. Чтоб глаза закрыть, так. Я прям представляю эту дорожку до вейк-парка. Забавно слушать Ливана, поющего акустика. Очень классная музыка. Ай. Я реально, я вот сейчас просто ехал. Извините, что отвлекся, но я просто ехал и балдел. В этом году, где-то с апреля или с мая, каждый день, просто, я выезжаю на велосипеде и езжу до озера, до вейк-парка, туда-обратно, в общем, ночью возвращаюсь. Каждый день. Я раньше так никогда не катался. Сейчас полно времени, могу себе позволить. В общем, этот альбом по-любому должен заценить каждый. мне кажется, он будет недооценен. Но очень хотелось бы, чтобы о нем многие услышали, узнали. В моем личном топе точно в пятерке. Блин, сложно будет составлять топ 10. Ну, что-нибудь придумаем. Так, акустика. Что-то грустненько пока. Вроде как. Это когда в разлуке, наверное, когда скучает. очень красивая музыка и красивый текст. Блин, вот сейчас альбом закончится и даже как-то не хочется. Хочется дальше слушать и наслаждаться музыкой. Так, ну и последний трек Outro. Почему-то так назван. Ну, закрывающий трек, как бы просто это может тоже какое-то название могли бы придумать. Знаешь, для меня это не проще. Это письмо самому себе 2008. Это прыжок в бездну своих сомнений. И пока я иду вперед, а земля так и норовит убежать из-под ног, я буду цепляться за любой шанс. Да, кричать в пустоту. Но так чего ты ждешь? Так погнали вперед. Вау, круто. Мурашки меня не покидали. Ну, нет, на парочку треков. Вот как я обожаю этот прием, то, что постепенно, постепенно как-то нарастает, меняется музыка и потом такой взрыв вырывается и вот вот этот движ происходит. Вот и кончился альбом. Что-то мне как-то не хватило даже 11 песен. но как-то мало, мало хочется больше такой музыки. Как я сказал, уже лекарство для ушей. Получился очень крутой, красивый, добрый, светлый, позитивный альбом, который дарит только хорошие позитивные эмоции после прослушивания. И вот на фоне того, то, что выпускается сейчас, это очень-очень круто. ну прям реально какое-то лекарство для ушей. Я очень доволен. После прослушивания я могу с уверенностью сказать, что этот альбом я буду гонять долгое время в плеере, на репите может быть даже. я не могу выделить какую-то одну песню пока. Я просто прослушал и мне в кайф было вообще от всех. Вот. Но по-любому тут какая-то все равно станет любимой. К сожалению, как мне кажется, этот альбом будет недооценен. Я, конечно, не знаю, но у нас, к сожалению, в основном любит немного другое. Но все может быть. Я просто вспоминаю историю с альбомом Пангея и этим топ-100 альбомов и как он был проигнорен вообще, ну, я думаю, знаете вы. И было немного грустно. Не грустно, не много, а вообще грустно было. Вот. Так что я не знаю. но для меня этот альбом попал прямо в сердце. И я хочу сказать огромное спасибо Ливану Горозе за музыку, за то, что он делает, за весь контент, который он нам показывает, представляет, визуализирует свои работы, показывает какие-то дневники и так далее. Вообще за весь движ огромное спасибо, огромный респект. Это очень круто. Я очень рад то, что он не остановился, а начал идти дальше. Альбом получился очень лиричный такой, личный, о своем, с какой-то, с легкой мотивацией, в общем, реально как будто письмо в 2008, как будто мы окунулись в прошлое, что каким был Ливан Горозия раньше. Кто такой Ливан Горозия? Это все тот же Ливан, которого мы знали, который, к сожалению, повернул не туда как-то раз, но может туда, конечно, но в итоге все-таки свернул обратно на светлую добрую сторону. Ну вот так вот, я не знаю, может, конечно, я ошибаюсь. Все, наверное, я, по-моему, все сказал вообще о пластинке. Пишите вы в комментариях, как вам альбом, может, какая-то песня зацепила вас больше всего и почему. Расскажите свою историю в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр, всем пока. Check it out!